В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Подоснабжение в Видном восстановлено в полном объеме. На данном коллекторе есть урезка для сброса воды. На сегодняшний день с ней произошла аварийная ситуация. По дворце спорта прошла очередная областная акция «День донора». Люди действительно нуждаются в крови, а в нынешней ситуации это еще в 10 раз необходимо. Участники клуба «Активное долголетие» осваивают новый вид спорта – сапсерфинг. Сидя очень легко. И постепенно будем учить их осваиваться, вставать. 3 июля на подающем трубопроводе холодного водоснабжения произошла утечка. В связи с аварийной ситуацией в некоторых домах по Советской улице была отключена холодная вода. На месте аварии в микрорайоне «Зеленая аллея», где расположен коллектор, побывали глава Ленинского городского округа Станислав Катров и генеральный директор Видовского ПТО ГХ Андрей Колесников. «Идет основной водовод 900 в город, с Москвы, получается, подать до воды. Есть еще байпас, обводная линия 400 вокруг идет. Вчера, как раз когда определили, что здесь утечка, хотели произвести отключение, начали отключать, выяснилось, что вот эта вот, покажется, обводная линия 400 в нерабочем состоянии. На данном коллекторе есть врезка для сброса воды. На сегодняшний день с ней произошла аварийная ситуация. Необходимо произвести замену задвижки диаметром 300. Чтобы минимизировать неудобства для жителей, ремонтные работы были проведены в ночное время. Для проведения работы, соответственно, задействованы силы и средства все необходимые для ликвидации аварии. И в ночные часы для удобства жителей все работы будут выполнены в кратчайшие сроки. Благодаря коммунальным службам авария была полностью устранена и водоснабжение города восстановлено в полном объеме. В историко-культурном центре прошла 27-я конференция местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Гостями встречи стали 69 делегатов. Кворум есть регламент, повестка дня утверждены. Первый и главный вопрос – выдвижение кандидатов на выборы в Совет депутатов, которые по итогам предварительного голосования получили возможность представлять партию на предстоящих выборах в сентябре. Внести следующие кандидатуры в бюллетень для тайного голосования по выдвижению кандидатов в депутаты Ленинского городского опыта по многомандатным избирателям округа с иском на выборы в Совет депутатов Ленинского городского опыта, назначенных на 8 сентября 2024 года. В количестве 30 человек бюллетеней у вас на руках есть. Далее делегаты конференции в ходе тайного голосования выдвинули кандидатов в депутаты. Голоса распределились следующим образом. Первый мукомандатный избирательный округ за 68 человек против 1. Аналогичные результаты на всех шести многомандатных избирательных округах муниципалитета. Напомним, что выборы депутатов пройдут 8 сентября 2024 года. По дворце Спортовидное прошла очередная областная акция «День донора». Пожертвовать свою кровь и сделать доброе дело смогли все желающие. Дворец Спортовидное уже не первый год становится временной станцией по переливанию крови. Данная площадка наиболее удобна для жителей Ленинского городского округа. В просторном фойе учреждения расположены зоны для прохождения нескольких процедур, необходимых для донорства. Кровь может сдавать дезиспособный гражданин, который достиг возраста совершеннолетия, который весит больше 50 килограмм, имеет при себе паспорт и не имеет противопоказаний к донорству. Они бывают постоянные и временные. Присутствовали на мероприятии представители Общероссийской общественной организации «Генетика». Начиная с этого года, организация совместно с Российским Красным Крестом занимается созданием реестра доноров костного мозга в нашей стране. Недавно утвержден федеральный закон о донорстве крови и ее компонентов, и в том числе о донорстве костного мозга. И что у нас создается теперь реестр? Мы начали заниматься анкетированием и вхождением в этот реестр. И первые люди, которые становятся кандидатами доноров костного мозга, это сами доноры. То есть лучших кандидатов не найти. Конечно, потом мы будем расширять, но сейчас надо понять, как это сделать, эту систему устойчивой и удобной для самих доноров. Уважаемые руководители организаций, в нашей стране сейчас очень большая необходимость дачи крови. И поэтому очень просим вас отпускать доноров на наши акции. Тем более, это никуда ехать не надо, это находится в Видном. Четыре раза в год, я думаю, что возможность такую можно изыскать. Во время процедуры медицинские работники стараются создать комфортные условия. Для тех, кто приходит впервые и немного волнуется, не остаются без внимания и опытные доноры. Для кого такие мероприятия уже вошли в добрую привычку. Заместитель директора Дворца культуры «Видная» Любовь Польшакова пришла сдать кровь в уже десятый юбилейный раз. У нас началось с того, что на предыдущей работе просто предложили попробовать. Я решила, почему бы нет, а потом поняла, что это очень важно, особенно когда в моей семье случилась беда, и моему отцу потребовалась кровь, и я поняла, что это очень нужно. Люди действительно нуждаются в крови, а в нынешней ситуации это еще в 10 раз необходимо. В очередной акции по сдаче крови приняли участие более 50 человек. Присоединиться к добровольцам и возможности спасти жизнь и здоровье других людей может каждый желающий, подходящий по медицинским показателям. Наталья Буслаева, Наталья Чепурна, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В управлении ЗАГС по Ленинскому округу прошло традиционное мероприятие – чествование юбиляров семейной жизни. Поздравила их и наш корреспондент Юлия Саферова. В округе давно сложилась добрая традиция поздравлять юбиляров семейной жизни, чьи супружеские отношения, проверенные долгим временем, стали образцом чистоты и верности. Чтобы они еще раз смогли скрепить свой брачный союз, супругов пригласили в местное отделение управления ЗАГС. Пары поставили подписи в юбилейной памятной книге под свадебный марш Мендельсона. Пришли поздравить юбиляров почетные гости. Заместитель главы округа Татьяна Квасникова прочитала стихотворение Роберта Рождественского. Человеку надо мало, чтобы скалы находил, чтобы имелись для начала друг один и враг один. Невеликая награда, невысокий пьедестал. Человеку мало надо, лишь бы кто-то дома ждал. Музыкальные номера, подготовленные местными исполнителями, украсили торжественное мероприятие. Мария и Николай Лукьянченко познакомились в 1973 году в университете в Москве. Молодые люди влюбились друг в друга и в марте 1974 года сыграли свадьбу. И теперь они отмечают 50 лет совместной жизни. Мария Викторовна и Николай Дмитриевич поделились секретом своего счастья. Надо уметь прощать друг другу, надо уметь быть гибкими, надо уметь жить немножко жизнью своего супруга или супруги. Супруги Любовь и Яков Гуревич дали свое напутствие и пожелания молодым семьям. Нужно мелочи не обращать внимания, стараться не только в первую очередь себя любимую или любимого, а вторую половину тоже смотреть, правильно ли я делаю, нравится ли это ей правильно, или будет для него это. За сохранение семейных ценностей, основанных на взаимной любви и верности, всех супругов наградили почетными грамотами и медалями, а также подарками от администрации муниципалитета. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Бодрые, веселые и всегда открытые к новым приключениям. В муниципалитете участники клуба активное долголетие осваивают новый вид спорта – сапсерфинг. Что это и как проходят занятия, узнала Инга Инчук. Сапсерфинг – это водный вид спорта, в котором участник, сидя или стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом, а не руками-ка в классическом серфинге. Как только они первые шаги себя осваивают, садятся на доски, понимают, что это не так сложно, как кажется на первый взгляд, сидя очень легко и постепенно будем учить их осваиваться, вставать. Восемь человек пробуют себя в дальнейшем. Сейчас мы их через неделю направим на марафон по сапсерфингу, готовимся в заплыв по Москварьке. Есть среди долголетов и те, кто уже освоил этот вид спорта и смело чувствует себя на сапе. Владимир Сухих занимается сапсерфингом третий год. Чувствует себя на доске уверенно и каждый раз ему удается выйти сухим из воды. Три года назад дочка на даче, так тоже недалеко водоем, купила два сапа. Ну вот попробовал и стоя даже один раз прокатился. Нравится. С детских лет лодки, постоянного воды, на байдарках катался, даже на паруснике, там с парусами немножко было один раз. Некоторые решились на занятия сапсерфингом впервые. Людмила Колосовская в спорте более 20 лет. И в этот раз она решила покорить водную стихию. Умывается очень много, я спорт люблю, занимаюсь фитнес, бассейн, и все, но уже немножко приелось. Очень супер ощущение, первый раз. Я мечтала зимой, посмотрела и загорелась. Буквально зимой я еще только задумалась, что как бы мне тоже. И чисто случайно как-то так получилось, что сегодня я здесь оказалась, даже для меня неожиданность. Занятия по сапсерфингу помогают не только развить мышцы и мускулатуру, но также увлекательно провести время. Теперь участники клуба «Активное долголетие» готовятся к соревнованиям на сапбордах, которые состоятся совсем скоро. Инга Янчук, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ. На стадионе «Металлург» прошел очередной тур открытого первенства Ленинского городского округа по футболу среди молодежных команд. Это соревнование проводится уже пятый год, и принять в нем участие может, по сути, любой молодой человек, увлекающийся футболом. Но многие коллективы и в этих играх практикуют профессиональный подход. Тут в основном дворовые команды, но есть те, кто собираются с тренером, у них есть какая-то общая организация. Ну вот, мы не исключение. На этот турнир дворовых команд нас позвал, вот главный, Женя его зовут. Он спросил, кто сможет, и вот мы собрались. В молодежном первенстве Ленинского округа принимает участие юноши до 20 лет. Всего на протяжении сезона будет сыграно 6 туров. Участвовать и заработать дополнительные очки или пропустить тур, каждая команда решает самостоятельно. Подобные соревнования проходят раз в месяц в среднем, и количество команд варьируется от 7 до 1. Играется в формате мини-футбола, потому что команд много, времени мало. Результаты каждого тура будут суммироваться, а победитель первенства определится в конце сезона в октябре. В настоящий момент фаворитом соревнований является видновская команда «Суринам». Они в серой форме. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok